Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Меня в Петербурге освистывают Царь жалует, псарь не жалует Возможно, великий полководец обижался напрасно В действиях Екатерины была известная логика Во-первых, Россия не воевала, выигрывать баталии было не с кем А во-вторых, безопасность государства по-прежнему была под угрозой Строительство крепостей на севере должно было обезопасить Россию от нападения Швеции и Англии И когда эта задача была выполнена, распорядительность и безукоризненная честность Суворова Суворова понадобились на юге, на границе с Турцией Летом 1792 года государиня назначает его командующим войсками Екатеринославской губернии и Таврического края Фактически военным правителем Новороссии КОНЕЦ Генералиссимус Краф Рымникский, князь Италийский Александр Васильев Суворов с молодых лет приучал себя к умеренности, в том числе и на перу Однако, пребывая помыслами в предстоящих баталиях Где командиру быть надлежит, впереди Он частенько увлекался и ел всё без разбору Давно не брал я в руки шашки На этот случай денщику Прошке был дан приказ Отнимать излишнюю еду хотя бы и силой Ты что себе позволяешь, дурак? Кто приказал? По приказанию фельдмаршала графа Суворова На что легендарный полководец отвечал Помилуй бог, ему должно повиноваться И больше уж не ел Историк Антинг прожил с Александром Васильевичем в Херсоне несколько месяцев Он пишет, главнейшее его упражнение состоит в военном искусстве С солдатами на учении делает невероятные переходы Иногда до 70 верст в сутки Но все солдаты его любят и с ним чувствуют себя непобедимыми А как еще они могли относиться к человеку, который не жалел себя, мог спать рядом с ними под открытым небом И довольствоваться тарелкой солдатской каши В начале 90-х годов 18 века Европу начинает охватывать новый пожар Он вспыхивает во Франции И хотя Екатерина не вступала в военное действие против революционной республиканской армии После казни Людовика и Марии Антуанетты она разорвала все политические связи с Францией Огонь перекидывается на границы Российской империи, в Польшу В стране распространяется декларация прав человека и гражданина Возникают партии, выступающие за проведение реформ Буржуазия требует равных прав со шляхты Сейм принимает новую конституцию И король Станислав Понятовский, когда-то посаженный на польский трон Екатериной Торжественно присягает на верность народу Аристократия выступает против короля и новой конституции Народ против аристократии и влияния иностранцев в Польше Волнение охватывает всю страну На этот раз, сравнительно с первым польским восстанием Которое подавлял Суворов, это было не спонтанное движение Оно было очень серьезно поддержано Францией Впрочем, как и первый раз И на этот раз под командой Костюшка была сформирована регулярная армия Вот здесь-то две империи, Пруссия и Россия И решают, что настало время вообще убрать эту страну с карты Европы В 1793 году они производят окончательный раздел Польши По которому России отходят Киевская, Волынская и Минская губернии Тем самым Россия восстанавливает свои древние западные границы Как бы завершая длинную череду войн за собирание исконно русских земель Но это же событие становится спусковым крючком для народного восстания поляков Которое возглавил Тадеуш Костюшка Костюшка родился вот здесь Среди лесов и болот близ Косово в современной Белоруссии Отпрыску обедневшего и не очень знатного дворянского рода В Шлихетской Польше мало что светило И все же харизма его личности Его дарование, его безукоризненная честность Вывели Костюшка на авансцену мировой истории Он сделал две вещи абсолютно невозможные Во-первых, этот приверженец идей французской революции Сумел объединить в борьбе за независимость Все слои польского общества, включая короля А во-вторых, он жил и действовал так Что его уважали даже его злейшие враги Восстание начинается в Кракове, как бы случайно Но вспыхивает так ярко и яростно, что его было не остановить 6 апреля 1794 года дошла очередь до Варшавы Русский гарнизон был застигнут врасплох Шла Страстная неделя и в одной церкви толпа перебила 500 солдат Подходивших безоружными к причастию Варшавские события потом так и назовут Кровавая резня Страстной недели Из восьмитысячного российского гарнизона Более двух тысяч человек были убиты И почти столько же взяты в тлен Русские военные гражданские гибли в узких улочках города Просто проиграли простому народу и не могли Это психологическая травма Их с города, мало того, два шага от союзников пруссаков Выгнал простое население Вооружено топорами, пауками, саблями и так далее И так далее, без пушек, без ничего и так далее Евгения Вячеслова была гувернанткой в доме полковника Чечерина С началом беспорядков она с хозяйкой и двумя ее детьми Укрылась у соседа-ремесленника, прусского подданного Здесь мы пробыли три дня Пока прошли первые порывы ярости поляков И тогда наш избавитель, не смея скрывать нас далее в городе Наполненном шпионами, уговорил нас отдаться в плен полякам При выходе нашем на улицу мы были поражены ужасной картиной Грязные улицы были загромождены мертвыми телами Буйные толпы поляков кричали «Руби москалей!» Я, имея на руках двух детей, осыпанные градом пуль и оконтуженные в ногу В беспамятстве упала с детьми в канаву на мертвые тела Ситуация оставалась напряженной Было ясно, что разрозненные русские отряды под руководством нерешительного и медлительного князя Репнина Не смогут подавить польский бунт Вопреки мнению Петербурга, Руменцев решает отправить в Польшу Суворова Свой приказ главнокомандующий дополняет признанием, что тот всегда был ужасом поляков и турок И что имя это подействует лучше многих тысяч Суворов с большим отрядом немедленно выступил из Немирова Суворов был, безусловно, слугой самодержавия Потому что видел в самодержавии идеал политического и социального устройства Что было крайне важно в многонациональной империи Ведь Суворов все время действовал на окраинах И все время сталкивался с нерусскими народами Которых он считал такими же согражданами российскими, как и русские И только вот эта общая единая администрация Могла дать всем народам равные права и равные возможности В поход приказано было уложить сухари на 8 дней Зимнего платья не брать, кроме одних плащей Сам Суворов оделся также по-летнему В белый колет или китель и взял синий суконный плащ Оружие его состояло из небольшой сабли или тесака на поясной портупее При нем состояли коммердинер Прохор, повар и один казак Всюду за ним следовавший Экипаж был единственный, кибитка Куда и помещался весь его незатейливый багаж Сам он лично ею не пользовался Будучи постоянно верхом на казачьей лошади Вплоть до самой Варшавы Спал где придется Однажды после боя под деревней Дивин Вот под этим дубом Суворов писал, что получил он такой приказ Он усмирил бы польский бунт за 40 дней И вот теперь его отряд проходит по польским землям Как нож сквозь масло В августе-сентябре 1794 года Он выигрывает одно за другим Сражение под Дивиным При Кобрине, при Крупчице Под Брестом, под Кобылкой И только разбить самого Костюшка Ему было не дано Эта победа была одержана в местечке Мациевицы Графом Ферзеном Тем самым, чьи войска были вырезаны в Варшаве На острастной неделе Сам Костюшка, тяжело раненый Был взят в плен Последним оплотом восстания Стала Варшава И ее предместие Прага На правом берегу Вислы Без этого штурма Обойтись было нельзя Почему? Это оставался последний укрепленный пункт На пути к Варшаве И обойти его Значит, оставить у себя в тылу вооруженную группировку Только вот выбор средств оказался невелик Для правильной осады Конец октября не годился Да и не было ни одного осадного орудия Прага же была отлично защищена Превосходная артиллерия И 30 тысяч человек под ружьем Не считая ополченцев У Суворова Вместе с отрядом графа Ферзена Меньше 25 тысяч Однако Суворову почти всегда Приходилось иметь дело С более многочисленным противником И рискованные предприятия Его никогда не останавливали Он твердо верил в себя И в своих солдат И после блестящего похода из Немирова Эта уверенность могла только возрасти Рассчитывая покончить с Польшей в 40 дней Суворов, конечно, не имел в виду Ни осад, ни блокад Он понимал, что как невелико будет Число жертв при штурме Оно в конечном итоге окажется Несопоставимо меньше потерь В затянувшейся кампании Кроме того, яростный и решительный удар Наводит ужас Сокрушает боевой дух противника И тем самым ведет К скорому окончанию войны Суворов решил штурмовать Прагу Приготовления были окончены 22 октября В тот же вечер войска двинулись к Праге С развернутыми знаменами Под барабанный бой и с музыкой Суворов объехал и осмотрел лагерь В полках выбраны стрелки Роздан шанцевый инструмент По войскам объявлен приказ Вот выдержка из приказа по войскам Его сиятельство граф Александр Васильевич Суворов Приказал взять штурмом Прагский ретрашамент Когда пойдем, воинам идти в тишине Не говорить ни слова, не стрелять Подошли ко рву, ни секунды не медля Бросай в него фашинник Опускайся в него и ставь к валу лестницы Коротка лестница, штык, вал, лезь по нем Другой, третий Товарищ, товарищи, обороняй Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять Бить и гнать врага штыком Работать быстро, скоро, храбро, по-русски В дома не забегать Неприятеля, просящего пощады, щадить Безоружных не убивать С бабами не воевать Малолетков не трогать Кого из нас убьют, царство небесное Живым, слава, слава, слава В отличие от позднейших военных и гражданских историков Суворов в ходе восстания не размышлял Он считал, что везде, где требуется военная сила Должны действовать войска профессиональные И подавлять любое восстание в зародышу С тем, чтобы затем могла действовать мирная администрация И соблюдаться законы И война, и любой бунт, это были враги Суворова И с тем, и с другим он стремился моментально покончить Как вспоминал главнокомандующий польскими войсками Томаш Вовжецкий Открытой атаки русских поляки не ждали Первоначальный замысел был таков Вывести из Праги войска, перевести артиллерию в Варшаву А затем разрушить мосты Приказ был упрежден яростным штурмом Праги Генералу Вовжецкому удалось спастись Но и он тут же попытался уничтожить мост Чтобы не допустить русских в Варшаву Ядра подоспевших русских пушек Помешали исполнить это намерение Второй раз Вовжецкий повел солдат к мосту сам С топором в руке, но был отбит русским огнем Как во время битвы при Керменчике против Нагайцев Или при взятии Измаила Суворов не ожидал такого ожесточения Подобно Вовжецкому он ужаснулся, понимая, какая участь ожидает Варшаву Кровавая резня в Великий Четверг, который стоил жизни трём тысячам русских Была у всех жива в памяти, особенно в корпусе Фердзена Где несколько батальонов были участниками апрельских событий И когда за Вислой показались очертания костёлов и дворцов Варшавы Солдаты дошли до стервенения Смотри, братцы, никому не давать пощады, кричали они друг другу Мост через Вислу уже охранялся со стороны Праги Но Суворов понимал, что войско это может не остановить И тогда он отдаёт приказ разрушить мост с нашей стороны То есть сделать то, чего не удалось достичь польскому главнокомандующему Мост запылал Путь в Варшаву был закрыт У Суворову не было никакой кровожадности Суворов всегда исходил из необходимости И этот человек был такого плана, что если бы можно было избежать Какое-то кровопролитие, Суворов всегда давал возможность Избежать этого кровопролития Сразу после боя Суворову разбили простую солдатскую палатку И в ней собрались генералы, старшие офицеры И представители знатных родов, которых в штурме участвовало немало Начались поцелуи, объятия, поздравления Никому не верилось, что всё закончилось так скоро Суворов потребовал и пленных польских генералов Был с ними приветлив, пожал им руки И пригласил к столу, накрытому, чем Бог послал После импровизированного обеда все разошлись А Суворов был настолько болен, что прилёг прямо на солому отдохнуть Солдаты тут же притихли И даже говорили в полголоса, чтобы не потревожить сон своего любимого командира Он не спит, когда мы спим, говорили они И в жизнь свою ни одного дела не проспал 25 октября, на самом деле это было вскоре после полуночи От варшавского берега Вислы отчалили две лодки И под звуки трубы с развивающимся белым флагом поплыли к Праге В Варшаве царила тишина На берегу толпы народа с фонарями и факелами Провожали к русскому главнокомандующему трёх парламентёров С депешей магистрата и письмом короля Русский главнокомандующий тотчас же продиктовал Одному из своих приближённых условия капитуляции Оружие и артиллерию сложить за городом Немедленно исправить мост, чтобы русские войска могли вступить в Варшаву Даётся торжественное обещание именем русской императрицы Что всё будет предано забвению и что польские войска по усложению ими оружия Будут распущены по домам с обеспечением личной свободы и имущества каждого То же самое гарантируется и мирным обывателям Его величеству королю всеподобающая честь Варшавские депутаты, ожидавшие совсем других условий, от радости прослезились И попросили личной встречи с Суворовым Главнокомандующий ожидал их, сидя перед своей калмыцкой кибиткой Заметив, что представители магистрата подходят с опаской, нерешительно Он вскочил со своего места, бросил саблю на землю И кинулся к депутатам с распростёртыми объятиями, крича по-польски «Покой! Покой! Мир!» Затем он ввёл их в свою кибитку, усадил рядом с собой Угостил вином и разными закусками Депутаты снова прослезились Верховный совет революционного правительства потерял власть И передал полномочия Станиславу Понятовскому Король послал к Суворову доверенных лиц с письмом о заключении мира Александр Васильевич возвратил письмо нераспечатанным Сказав, что войны между Россией и Польшей нет Вступление в Варшаву было назначено на утро 1 ноября Суворов приказал войскам вести себя мирно Оружие не заряжать и не отвечать, даже если будут стрелять из домов Более того, он запретил входить в город полкам, чьи команды стояли здесь во время побоища Такое миролюбие главнокомандующего многим показалось беспечностью Во всяком случае, Букс Гевден, который командовал головной колонной Приказал всё же зарядить и пушки, и ружья, но тайком, так чтобы никто не знал К счастью, это неповиновение осталось без последствий Суворов ехал в головной колонне с большой свитой, но одет он был в повседневную кавалерийскую форму Без орденов и знаков отличия Городской магистрат, который напротив был в церемониальной чёрной одежде Ждал его вон там, на варшавском конце моста По приближению Суворова старший член магистрата Преподнёс ему на бархатной подушке городские ключи, хлеб, соль И сказал краткое приветственное слово Суворов взял ключи, поцеловал их И поднеся к небу, сказал Благодарю Господа, что они достались не так дорого, как и посмотрел на разрушенное предместье Тихая капитуляция Варшавы Дорогие мои, вы о чём? Об этом, что она была тихой, поскольку уже вырезаны были все жители предместья Варшавы, Праги Уже никто не мог слова сказать Всё-таки 20 тысяч людей вырезаны за 4 часа сражения мирного населения В общем, справедливо, что польская историография так не доведет Суворова Потому что после разбития бунтовщиков Суворов своим милосердным отношением к пленным Заставил целыми батальонами и полками сдаваться оставшиеся войска Костюшка Они приходили с барабанным боем со знамёнами в Варшаву Складывали оружие и прекрасно себя чувствовали А вот как поступил Суворов с пленёнными генералами восставших Из его донесения Румянцеву Отпущено на свободу генералов, взятых на штурме Праги, двое По покорении Варшавы, пятеро Генерал-поручиков по покорении Варшавы, пятеро Генерал-майоров шесть человек Штаб и обер-офицеров, взятых по покорению Варшавы И позже явившихся, восемьсот двадцать девять А взятых на штурме Праги все Все Но точная цифра их неизвестна Все преданно забвению, заверял Суворов, своего главнокомандующего В беседах обращаемся, как друзья и братья Немцев не любят Нас обожают Когда встретился с королём Король попросил освободить пленного офицера, который ранее входил в его свиту Он сказал, я вам освобожу их сколько угодно Сто, двести, триста, четыреста, он говорит, в вашей личности, так и быть, пятьсот То есть Это очередной раз доказывает то Что Суворов воевал только с вооруженными людьми Он никогда не воевал с мирным населением Генералиссимус, граф Румницкий, князь италийский Александр Васильевич Суворов Жил во времена, когда письма писали от Линна и Витиевато Суворов же, по примеру древних мудрецов, любил выражать мысли коротко и ясно В пытность свою капралом лейбгвардии Семеновского полка он писал домой Я здоров, служу и учусь, Суворов Ничего, мать, сейчас там тихо А уж донесения всемилостивейшей государыни, императрицы, Екатерине Великой По обышности и на обыщенности превосходили всякое разумение А что это нам генерал Суворов из Польши ничего не пишет? Ура! Фаршава наша! Ну что же, вот мой ответ Ура! Фельдмаршал Суворов Так легендарный полководец был произведен фельдмаршалы российской армии И тогда Суворов совершил свой знаменитый поступок со стульями Он расставил, говорят, стулья, стал через них перепрыгивать Называя имена генерал-аншефов, которых он обошел И кричал, этого обошел, и этого обошел, и этого обошел, и этого обошел Екатерина назначит победителя восстания генерал-губернатором Польши В течение двух лет Суворов будет восстанавливать мирную жизнь Он не только обойдется по своему обыкновению без кровопролития Но и сохранит местное самоуправление Как городские магистраты, так и шлихетские собрания Такой либерализм вызывал раздражение не только в Петербурге Но и в Вене и Берлине, где хотели полной ассимиляции польских территорий Однако Екатерина не захотела вмешиваться в деятельность Суворова В чей порядочности и благонамеренности она никогда не сомневалась Однако вдали от Петербурга Александра Васильевича больше занимала забота совсем другого рода «Смерть моя для отечества, жизнь моя для Наташи», – писал он сам «Наташа правит моей судьбою, скорее уж замуж, да то ли левая моя сторона вскрыта», – признавался он в письме Хвостову Недостатка в женихах не было, однако Суворов быстро забраковывал одного за другим И графа Дмитрия Салтыкова, и грузинского царевича Мириана, и молодого князя Долгорукого Оставался еще молодой полковник граф Эльбт, сын генерал-аншефа и боевого товарища Суворова К нему фельдмаршал благоволил Он говорил, он спокоен, не роскошен и не забьяка Больше застенчив по строгому воспитанию, но умен и достоин Однако Эльбт был устранен внезапным вмешательством двора Якобы по причине протестантского исповедания Истинная причина крылась в ином Дочь знаменитого русского полководца нужна была самим Зубовым Впрочем, Эльбт не пришелся по сердцу самой Суворочки Сообщая дочери о захвате Костюшка Суворов дальше в стихотворной форме мягко упрекает ее Отказавшую жениху, который выбрал ее отец Я аж весел и здоров, но лишь немного лих Тобою, что презрен мной избранный жених Когда любовь твоя велика есть к отцу Послушай, старика, дай руку молодцу Нет, впрочем, никаких не слушай, друг мой вздоров Отец твой Александр, граф Рымникский Суворов Суворочка отвечает отцу тоже в стихах И ответ этот мягок, но непреклонен Дать руку для отца, жить с мужем по неволе И графска дочь ничто, ее крестьянка боле Что может в старости отцу утехой быть? Печальный вздох детей или им в веселье жить? Все в свете пустяки Богатство, честь и слава Где нет согласия, там смертная отрава Где ж царствует любовь, там тысяча отрад И нищий мнит в любви, что он как крест богат О любви к кому, пишет отцу Наталья Александровна Письма датированы октябрем-ноябрем 1794 года Это разгар польской кампании А полгода спустя она была уже графиней Зубовой Старший брат фаворита императрицы 32-летний генерал-поручик Николай Зубов Был высок, атлетически сложен, красив, шумен Во второй турецкой кампании он отличился личной храбростью Да и как отказать императрице, которая сама сватала Наташу Суворов вернулся в Петербург лишь в декабре 1795 года Встреча у миротворителя Польши была обставлена чрезвычайно торжественно Фельдмаршалу и его свите был предоставлен Таврический дворец Были учтены все причуды новоиспеченного фельдмаршала Зеркала занавешаны На полу спальни расстелено несколько охапок душистого и тончайшего Травинка к травинке сена, накрытого простынёй В гранитной вазе приготовлена ледяная вода для обливаний Екатерина предполагала, что Суворов возглавит поход против персов Ага-Мухаммед стал беспокоить присоединившиеся к России за Кавказью Однако Суворов считал, что основная опасность зреет на Западе Где республиканский генерал Наполеон Бонапарт готовился к итальянскому походу Государня вняла доводом своего фельдмаршала И направила его в город Тульчин на польскую границу Чтобы возглавить группировку русских войск Генералиссинус, Граф Рынникский, князь Италийский, Александр Васильевич Суворов О солдатах заботился, как о собственных детях И даже провинности их принимал, как свой недосмотр Как-то раз военные чиновники проиграли значительную сумму казённых денег К нам приехал наш любимый Граф Суворов Когда Суворов о том узнал, кто пришёл в неискусство Воры! Караул! Суворов арестован За похищение казённого интереса А потом написал в Петербург Чтоб всё его имение продать и деньги внести в казну Десять стульев из имения Графа Суворова Восемьдесят рублей Но великая государыня-матушка Екатерина рассудила иначе Фельдмаршал в тюрьме? Это неприемлемо Сообщить Александру Васильевичу, что казна в сохранности И легендарный полководец опять возложил на себя шпаку Граф Суворов, да? Папа! Тульчин был вотчиной известных магнатов Потоцких Врагов польской конституции, которые, однако, не всегда находились в дружеских отношениях и с российским двором После второго раздела Польши городок вошёл в состав Российской империи В 1796 году здесь расположилась штаб-квартира фельдмаршала Суворова Поскольку Суворов не был навязан в имение на постой, а наоборот был приглашён хозяйкой Отношения между ними с самого начала сложились дружеские Графиня Потоцкая со своим семейством чуть ли не каждый день обедали у Суворова вот там, на первом этаже У Потоцкой было две дочери Одна жила в Петербурге, а вторая с матерью в Тульчине И вот, по мере того, как отношения между ними складывались всё более и более тёплыми И, желая помочь матери, Суворов взялся за совершенно непривычное для себя дело Сватовство Он прочил в женихи своего племянника, князя Алексея Горчакова, который тоже несколько месяцев жил в Тульчине. Но как-то между молодыми дело не сладилось, и Горчаков отказался Суворова это не обескуражило. Тогда он предложил молодого Эльмта, того самого, который был женихом его собственной дочери Наташи И на этот раз победил Удивительно, Суворов пробыл на этот раз на Украине совсем недолго А свидетельств его пребывания осталось немало Александр Васильевич то время жил там, в дворце графа Потоцкого Вот, а здесь, невдалеке, вот там, где Суворовский колодец Там были построены укрепления всякие Александр Васильевич проводил постоянные занятия Суворов провёл в Тульчине год и два месяца Ему здесь нравилось Он даже говорил, что это был лучший период его жизни Главным образом потому, усмехался Александр Васильевич Что из Петербурга сюда добираться было далековато Но, когда говорят Суворов, в Тульчине имеется в виду совсем не дворец Потоцких Жизнь его большей частью протекала в окрестных сёлах, где были расквартированы части В Кенашеве или здесь, в Тимоновке Он приводил в порядок войска трёх губерний При его предшественнике, вместо того, чтобы учить солдат воевать Их использовали как рабскую рабочую силу, в том числе при строительстве Одессы Действительно рабскую В год от недоедания, плохих условий жизни и болезней умирал один солдат из четырёх Суворов положил этому конец Уже через два месяца после его прибытия смертность уменьшилась в четверо Суворов быстро определил главную причину частых эпидемий Плохая вода Первое, что сделал новый командующий, послал людей искать родники и рыть колодцы По всей Украине этих, как их до сих пор называют, суворовских колодцев, сохранились десятки Они не только спасли жизни множество солдат, получивших воду и на приготовление пищи, и для бани Их до сих пор почитают как святые места, где проводят службы, а на Пасху устраивают крестный ход Именно здесь Александр Васильевич отработал свою тактику встречного боя Обычно подразделения во время учений, когда сходятся в встречном бою, они на определенном расстоянии останавливаться должны были Александр Васильевич сделал как? Он немножечко увеличил интервалы между воинами и заставлял проходить строй сквозь строй То есть не останавливаясь, не поднимая вверх, не поднимая вверх штыки Ну такое вот новшество здесь было вот именно на этих полях разработано Много пота, зато потом мало крови У него как на войне было, даже труднее, чем на войне У него на войне солдаты отдыхали, даже на учениках еще труднее было Он так и заставлял, что они уже ничего не боялись Наконец-то Суворов мог отдаться своему любимому занятию, обучению войск И написанию главного труда своей жизни, науки побеждать Не исключено, что последняя точка в рукописи была поставлена именно в этом доме в Тимоновке Безбожные, ветреные, сумасбродные французы появляются в науке побеждать не напрасно Для убежденного монархиста Суворова, республиканцы, цареубийцы, безбожники Под началом набиравшего силу Бонапарта, представляют главную угрозу для безопасности Российской империи Однако планам Суворова сразиться с главным врагом европейских монархий не суждено было сбыться 6 ноября 1796 года ненавидящая безбожников-республиканцев Екатерина Великая Скоропостижно скончалась от кровоизлияния в мозг На престол вступил ее сын Павел Первый Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok